Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука. Сегодня 21 июня, у меня Сибирский регион, и многие просят из тех, кто смотрит мои видео, показать, как выглядит моя теплица. Вот те томаты, которые я высаживала для раннего урожая, разные сорта. Кто-то просит показать петрушу, кто-то просит показать сибирскую тройку, Настеньку, Штраус, Штрауха, который из белой ниточки вырос. Сейчас я пройдусь по теплице и покажу все сорта, расскажу, которые уже поспевают, какие только завязались. Вот начну прям с Штрауха. Вот это тот томат, который из белых ниточек я выращивала. Вот я рассказывала немецкий сорт, который я долго хотела. Вот смотрите, раз, два, три, четыре. Вяжет уже четвертую кисть. Очень хорошо растет, он растет в высоту далеко-далеко-далеко. Я ему двухметровую палочку поставила, со Штраухом все нормально. Плоды очень симпатичные, такие красивенькие, как куклята. Дальше тут стоит у меня вечный зов, он уже поспел, я его показывала. Вот петруша-огородник. Петруша-огородник, многие спрашивают, как его я в теплице выращиваю. Я потом подробно расскажу, но сразу говорю, что до первой кисти в теплице я все-таки удаляю у него пасынки для проветривания, чтобы болезнь не распространялась, не разводилась тут фитофтура. Вот сибирская тройка. Все они уже завязали плоды, плоды уже большие такие. С этой стороны у нас и розовый титан. Вот тут вот любимый праздник. Тоже уже крупные. Потом пудовик вот такой, очень хороший плод. Вот с этой стороны вот та пересортица, которую я говорила, крупноплодная. Вот уже русские колокола начали созревать. Очень хорошо завязывается и наливается госпожа у дачи. Дальше у меня тут хлебосольный очень. Такие хорошие кисти прям. И выше, выше, выше уже вот на высоте моего роста уже все завязалось. Потом дальше прекрасные плоды завязал королевский томат. Тоже уже начинает как бы буреть. Там вот Настенька, видите, тоже вся в плодах. Плодов очень много. Завязались практически все. И не только завязались. А вот Сибирский изобильный уже приблизился к тому размеру, когда он скоро начнет, наверное, созревать. Особенно вот те кисти нижние. Там у меня Атлантида, Румяна. Почти на всех томатах есть уже плоды. Все. Вот так мы выглядим на 21 июня. Кто добавился к нам недавно, смотрит не с самого начала, я сейчас чуть-чуть разгребусь, разгребусь и я расскажу, как даже в холодных регионах, ну, конечно, имея теплицу, можно получить такой результат. То есть в июне уже можно кушать спелые плоды. Но это, естественно, при условии, что у вас есть возможность уделять время для ухода томатов. Пораньше посадите, рассаду, все. Но вот так вот мы выглядим на 21 июня. Так что в июне мы уже будем, наверное, кушать первые плоды. Хотя нынче год у нас был очень неудачный для выращивания томатов. Было очень долго холодно. И тот, кто смотрел за всеми моими видео, когда я их сюда высадила, тут вообще была ужасная погода на улице. Холодно. Но все равно они жизнь взяла свою, победила. Томаты спеют, наливаются, зреют. Зелени очень много зеленых. Вот завязей. Завязей или завязей, не знаю, как правильно. Нынче будем с урожаем, как всегда. Все, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok.